Пенсии в следующем году вновь обещают повысить в Украине. Однако пенсионная система солидарная, как ее называют, безнадежно устарела, признают в Минсоцполитике. Работающих людей с каждым годом становится меньше, а их отчисления идут на большее количество пенсионеров. Подробнее Татьяна Блинова. Четверть населения Украины на пенсии. Это более 11 миллионов человек. Вышли на соотношение 10 работающих человек, содержат 10 пенсионеров. С этого года у нас начинает уменьшаться количество работающих людей и соотношение, которое не содержит пенсионеров. То есть у нас к 2050 году на одного работающего человека планируется 28 пенсионеров. Рождаемость падает, а продолжительность жизни, в том числе благодаря медицине, растет. И эта тенденция наблюдается во многих странах мира. А нынешняя пенсионная система безнадежно устарела. В краткосрочной перспективе действительно пенсионная система Украины будет давать и дает продуктовки. И это уже очевидно для всех. И то, о чем говорили эксперты на протяжении минимум последних лет десяти, оно полностью стало существующей реальностью. Именно поэтому считают в Министерстве социальной политики одна из главных задач внедрения накопительной пенсионной системы. Мы понимаем, что без второго уровня, без проведения этой системы накопительной, нам будет больше через 20 лет платить пенсии солидарной системы. Министр призывает Верховную Раду принять еще до конца года законопроект о введении общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения. Это позволит запустить так называемый второй уровень пенсионной системы. Мы с первого сечня 2022 года могли бы перераховывать несколько на рахунки людей, и чтобы эта система запрацовала. Да, мы хотим начинать 2 плюс 2, такой лайт вариант, но это возможно, и это действительно сегодня реальность. Сейчас, кроме солидарной системы, в Украине работает 64 негосударственных пенсионных фонда. Около миллиона украинцев уже открыли в них индивидуальные счета. Это добровольное накопление. Это когда человек решает сам для себя накапливать, для себя, для своих родных, близких, детей, и он уже сам определяет, где он хочет накапливать. В каком фонде, в каком финансовом институте, какой объем взноса он хочет туда делать, 5-10% от своего дохода. Сдерживает развитие негосударственных пенсионных фондов недоверие украинцев. Для многих надежнее по старинке, в кубышку. Но в этом случае есть риск все потратить. Система негосударственного пенсионного обеспечения, она как раз и создана для того, чтобы вы могли воспользоваться этими деньгами на пенсии. Ольга Бондаренко сравнивает поведенческие модели украинцев и американцев. Именно в них кроется секрет счастливой старости, уверяет она. С 62 до 80 лет у них начинается расцвет их пенсии. То есть они начинают получать те накопительные свои взносы, которые не платили за весь этот период, когда открыли еще со своей первой работы. Они начинают подружеватые. Украинских же пенсионеров без внедрения государственного пенсионного накопления ожидает старость на грани выживания. Уверены в Минсоцполитике и советуют позаботиться о безбедной старости уже сейчас. Татьяна Блинова, Юрий Шульга. Киев. Твой дом. Редактор субтитров А.Семкин